Шалом из Нью-Йорка, и наша недельная глава Нецавим прикликается с темой, естественно, Нового года, Рошашана. Говорит Всевышний нам следующее, он говорит, что жизнь и смерть предлагаю я тебе, богословление и проклятие, сбери же жизнь. Выбери жизнь, говорит Всевышний, и тогда вопрос задается, а кто же выбирает смерть? Знаете, сказано, что на Рошашана открыты три книги, цадиким, праведные люди записываются на жизнь, грешники, скажем так, записываются негодяи на смерть, а все остальные в среднюю книгу. И люди задают такой вопрос, правильный вопрос, а как вообще это понимать? Ну, понимаете, если люди говорят, понимать буквально мы не можем, почему? Потому что получается, что если цадиким записаны, праведные люди записаны на жизнь, значит они должны жить вечно. Сотни лет, тысячи лет. А с другой стороны, если негодяи записываются на смерть, значит каждый год должен быть отстрел негодяев, а мы видим с вами, что ни того, ни другого не происходит. И тогда люди говорят, нет, конечно же, эти вещи понимать нельзя буквально, так сказать, можно понимать только в переносном смысле. А, как мы сказали, книга средняя, где люди не туда, не туда, и мы все, кстати, относимся к этой Бен-Ани, да, это середина, потому что мы не имеем права считать себя праведниками, потому что если человек считает себя праведником, то, вы понимаете, он еще и скромный тоже, да, так сказать. Поэтому мы не можем себя считать праведником, с одной стороны, а с другой стороны, мы не можем себя считать грешниками, потому что когда человек считает себя уже все законченным негодяем, грешником, то он и вести себя будет соответственно, да, то есть вот этому своему имиджу, который у него есть. Вот, поэтому мы все это. И поэтому, в общем, люди говорят, смотрите, мы не можем понимать это буквально, значит, это можно понимать как бы в неком переносном смысле. Ответ, на самом деле, слова мудрецов можно понимать буквально, но не примитивно. Мы должны с вами задать вопрос, книга жизни, книга смерти, так сказать, а что такое жизнь, а что такое смерть? И нам с вами понятно, что жизнь это процесс. Но то, что говорят нам мудрецы, они говорят, понимаете, и смерть это процесс. Мы постараемся определить это другое. Что значит смерть это процесс? Ну, вы понимаете, что вот факт, последний факт отделения души от тела, то, что мы называем смерть, вот, на самом деле это не, так сказать, то, что начинает этот процесс. Когда, не дай бог, врачи определили, что у человека какое-то очень плохое заболевание с лейтальным исходом, понятно, что заболевание тоже не началось, когда врачи определили. То есть процесс смерти начался намного раньше. И задают, естественно, мудрецы вопрос, а когда начинается этот процесс смерти? И здесь Роша Шевера в Аймбек-зал приводит такую историю. Они говорят, что звонят в New York Times и говорят, вот человек хочет броситься с моста по какой-нибудь жизнью самоубийством. Вылетает туда корреспондент, действительно видит этого человека, говорит, можно последнее интервью. Он говорит, ладно. Говорит, почему вы хотите покончить жизнь самоубийством? Он говорит, вот я потерял, значит, 10 миллионов долларов, акции упали, я разорел. На что говорит ему журналист, слушайте, что вообще у вас больше вообще нет ни копейки. Он говорит, ну почему, говорит, ну смотри, у меня есть дом, там можно продать за где-нибудь полтора миллиона долларов, потому что люди, которые теряют 10 миллионов, не живут, как вы понимаете, на субсидированных квартирах. Вот, так вот, у меня, говорит, яхты есть, там еще полмиллиона, там если продать еще, там всевозможные антиквариаты и всякие ценности жены, значит, еще можно полмиллиона. Ну, в общем, говорит, где-то, значит, можно скрести там 2,5 миллиона. На что говорит журналист, подождите, я получаю 70 тысяч. Значит, если я буду работать 30 лет и не тратить ничего, то я все равно заработаю меньше, чем есть у вас сегодня. Я никогда такие деньги вообще не заработаю, он говорит, может быть, мне бросится, говорит журналист, баста. На что говорит ему этот бизнесмен, он говорит, понимаешь, чернильная душа, говорит, ты никогда не поймешь, что такое потерять 10 миллионов. И бросается. Почему он бросается? Он бросается не потому, что он видит, что у него есть, а он не хочет жить с болью того, что он потерял. Вот самоубийство это всегда как бы уход, уход от боли. Есть быстрое самоубийство, а есть медленное самоубийство. Ну, например, вот курение, так сказать, особенно вот когда одно за другое, это наркотики и так далее. То есть, опять-таки, человек пытается уйти от боли, и он готов разрушить себя, тем не менее, да, так сказать, только чтобы уйти от боли. Умертвить какую-то часть самого себя, скажем так, да, не чувствовать. Так вот, говорит Раф Ванберг, он говорит такую вещь, понимаете, говорит, что процесс смерти начинается в тот момент, когда человек вместо того, чтобы справиться с той необходимой болью, с которой нужно справиться, чтобы идти дальше, делает шаг назад, отступает, говорит, нормальные герои всегда идут в обход. Вот здесь начинается процесс смерти. Теперь под болью мы понимаем, боль это архетип трудностей. То есть, для того, чтобы, как бы, понимаете, расти, мы должны все время преодолевать трудности какие-то. Вот, и поэтому, когда человек перестает этим заниматься, вот, то он хочет уйти в некоторую комфортабельную зону, поставить, как бы, вокруг себя стены, что он и делает, вот, и тем самым начинается процесс смерти, потому что какая-то часть его перестает чувствовать. Вот, так вот, это то, что мы говорим с вами о процессе смерти. А теперь давайте быстренько посмотрим на процесс жизни. Дело в том, что у нас есть еще такое понятие, как животное существование. Чем отличается жизнь человека от животного существования? В чем разница, самое главное? И ответ, если подумать, то будет следующее. У человека есть мораль. То есть, моральный выбор. И вы видите, секрет как раз вот в этом слове, выбери жизнь. Когда греческие ферлософы говорят, я думаю, поэтому я существую, они правы. То есть, если ты хочешь существовать, достаточно думать. Еврей говорит, у меня есть моральный выбор, и поэтому я живу. Теперь, какой у нас есть постоянный моральный выбор? Мы сказали с вами, у нас есть шесть постоянных заповедей. Это значит, что есть творец, чувствовать присутствие творца, любить творца, значит, что он единый и так далее. То есть, мы постоянно выбираем, быть с источником жизни или уйти от источника жизни. Выбор быть с творцом, чувствовать его любовь, чувствовать присутствие. И все, что из этого вытекает, уже с его помощью идти дальше и расти, это на самом деле выбор жизни. И мы видим с вами, что действительно человек может либо выбрать жизнь, либо он может выбрать смерть. При том, что после Рошашана человек, который записан на смерть, может продолжать очень комфортабельное существование. Потому что он уже отрезан от источника, он сам себя отрезал от источника, и поэтому он будет думать о том, как материально заработать, как потратить и так далее. С другой стороны, праведный человек, он даже может заболеть, не дай бог, после Рошашана. Почему? Потому что через эту болезнь он может подняться еще выше. То есть, мы не можем с вами вот так вот посмотреть на человека и сразу же сказать, что у нас с вами произошло на вот этот Рошашана. Вот Тора говорит, выбери жизнь, выбери Творца, откройся Творцу, откройся Духовности, и тогда ты на самом деле выбираешь жизнь. И маленькое такое замещание по поводу шафара. Вы знаете, что шафар – это рог, а зачем у животного рог? Это, понятно, для защиты. Теперь, что такое животное внутри нас? Это наши инстинкты, инстинкт самохранения, выживания и так далее. Что такое наши рога, так сказать, это вот как раз чувство злости иногда, это те защиты, если хотите, эмоциональные, которые нас защищают, когда мы чувствуем, что нам что-то угрожает. И что говорит нам Тора, чтобы сделать шафар, мы должны перевернуть этот рог. Рог растет, как вы понимаете, острые части от животного, мы его переворачиваем, мы начинаем в него трубить. А дыхание – это дыхание, Творец дал дыхание жизни человеку. То есть, что мы делаем, мы переворачиваем наши животные защиты тем, что мы вдыхаем вот это духовное присутствие Всевышнего. И это одна из тех работ, которые мы тоже с вами делаем в Роша Шана, подсознательно и сознательно, когда мы слышим с вами шафар. Итак, замечательно вам, Роша Шан из Нью-Йорка, выбери жизнь. Роша Шан из Нью-Йорка